Привет, друзья! Вы, наверное, привыкли, что я рассказываю по большей части о трековой экипировке и такой сильной, спортивной и укрепленной, но я так же, как и вы, езжу по городу. И периодически мне хочется в жару поехать в чем-то легком, но в то же время, чтобы не страдала моя безопасность. Сегодня я расскажу о укороченных мотоботах Alpin Stars, которые я выбрала для себя в модном свете сезона синим и в моем любимом свете, если вы видели, что у меня трековые мотоциклы все в бирюзово-синих тонах. Но не об этом речь. Когда мы выбираем все-таки мотоэкипировку, а не едем в кроссовках, то думаем о безопасности. И пусть даже это невысокие мотоботы, но в то же время всякая экипировка, которая создана для мотоциклистов, она безопаснее, чем если вы наденете кроссовки. Здесь традиционно укрепленная пятка, то есть при падении ваше сухожилие защищено. Жесткая застежка на липучке и боковые слайдеры. Понятное дело, что под коленочку в городе мы не скользим, но может быть всякое в наклоне и цепануть живую ногу или в мягком кроссовке. Это совершенно не та история, которую мы бы хотели. Поэтому жесткая часть ботинка, думаю, нам заслужит хорошую службу. Еще раз обращу внимание на фиксацию щиколотки. Важно, чтобы ботинок плотно сидел. Также здесь шнуровка. То есть на любой объем ноги, высокий ли у вас подъем, низкий ли у вас подъем ноги, вы можете зашнуровать под свой размер. При этом есть текстильные вставки, которые позволяют в жаркую погоду ездить, не испытывать дискомфорта. Собственно, скажем так, это почти кроссовок, но крепкий, прочный кроссовок и безопасный. Также обращу внимание на подошву, которая жесткая. Я не знаю, дорогой зритель, имеешь ли ты привычку стабилизировать мотоцикл выбрасыванием одной ноги, как это делает Росси. Но, тем не менее, жесткая подошва у тебя не сотрется, если ты будешь это делать. Также здесь укреплен мысок носка. То есть при переключении передач у тебя не затрется ботинок в дырку, а как бы будет вполне нормальный. На что тоже я хотела бы обратить внимание, потому что ребята, когда ездят в кроссовках, и вот здесь протирается дырка через месяц использования, ну, так себе история. Поэтому кожаная вставка служит хорошую службу, и, в принципе, можно откатать несколько сезонов, не сносив верхнюю часть ботинка. Ну и в целом, в принципе, эстетичный вид подойдет к мото-джинсам, подойдет к кожаным мото-штанам. Для лета самое то. Ну что, друзья мои, удачи на дорогах. До встречи в следующих роликах. Я расскажу еще что-нибудь полезное.